Печальная дата для российской журналистики. 20 лет назад во время сербско-хорватского конфликта пропала без вести съемочная группа Гостелерадио. Виктор Нагин и Геннадий Куриной работали по обе стороны границы, передавая в Москву самую полную картину происходящего. 1 сентября 1991 года они отправились в очередную командировку и бесследно исчезли. О людях, которые на новом отечественном телевидении были пионерами военного репортажа, и которые так и не вернулись с войны. Андрей Медведев. Съемки 1 сентября 1991 года. Белград. Виктор Нагин и Геннадий Куриной провожают детей в школу. Это последний раз, когда родные видят журналистов. Через час они уедут в Хорватию на войну. Виктор Нагин тогда пообещал жене, я тебе обязательно позвоню из Загреба. Он не позвонил больше никогда. Смерть хорватского тележурналиста, а напомню, что это не единственный случай гибели в Югославии за последние полтора месяца от изставителей прессы, вызвало у местных и иностранных журналистов, ангибетованных в Югославии, острый протест. Этот репортаж Нагин и Куриной снимали незадолго до собственной гибели. 1991 год. Хорватия объявляет независимость. Местные сербы, а их 15% не желают отделяться. Полиция Хорватии и Югославской армии при поддержке ополченцев с обеих сторон ведут полномасштабную войну. Глазами Нагина и Куринова ее видят не только советские телезрители, но и западные. Ведь репортеры работают, в отличие от западных коллег, по обе стороны фронта. Внимание Москвы. Передается материал для сегодняшнего выпуска программы «Время». Автор Виктор Нагин, оператор Геннадий Куриной. Название материала положения в Югославии. Предлагаемый текст для диктора. Из Белграда в Загреб вела магистраль, которая до войны называлась «Братство единства». Во время войны шоссе стала линией фронта, и на протяжении всей этой линии сербы и хорваты хорошо знали тёмно-синий опель Омега русских журналистов. Виктор Нагин отлично договорился на блокпостах. Он учил сербско-хорватский в Загребском университете. Кое-где проверят документы, а кое-где даже и нет. Правда, роль тут играет и то, что многие бойцы сербских отрядов самообороны или хорватской народной гвардии уже знают нас в лицо. Уж слишком часто мы здесь проезжали. На архивных съёмках в кадре, конечно же, в основном репортер. Редкий и какой-то роковой автопортрет оператора Куринова. Он снимал панораму разрушений после боёв, и в кадр попало его отражение в прострельном стекле. 1 сентября 1991-го машина с репортерами попала в засаду неподалёку от хорватского села Кастайница. Журналисты сняли там материалы и ехали на сербскую сторону. Сербские полицейские якобы и расстреляли машину, приняв репортеров за хорватских шпионов. Впрочем, это только версия человека, который называет себя свидетелем расстрела. Якобы приказ на уничтожение журналистов отдал Ранко Бароевич, командир сербского спецотряда. Но его спросить о чём-либо невозможно. Он сам был убит во время войны. Покорёжный остров машины на Геная Куринова потом нашли в реке. Там даже были останки трёх человек, но журналистам они не принадлежали. Загадка. Следователи прокуратуры России тоже выезжали на место. Эти выстрелы не сверху вниз. А что, есть? Здесь выходные, что ли? Ну вот тебе выходное. Вот, выходное. Расследование результатов, конечно, не принесло. Кассету с последним отснятым материалом вроде бы нашли в машине и изъяли российские следователи, но где она сейчас, неизвестно. Вообще, Югославская война стала, пожалуй, первой, где целенаправленно стали убивать журналистов. Всего на Балканах погибло более 50 репортеров. Апофеозом этого циничного острела стала бомбёжка натовскими самолётами Белградского телецентра в 99-м, когда были убиты 16 сотрудников Югославского телевидения. Им потом поставили памятник. Единственный памятник Виктору Ногиной и Геннадию Куреному открыт не в России, а в Хорватии, причём хорватскими ополченцами. Куриной и Ногин у нас до сих пор погибшими официально не признаны. Было бы правильно и честно сделать хотя бы профессиональную премию для журналистов, работающих в горящих точках имени Ногина и Куренова. Ведь они были первыми российскими по-настоящему фронтовыми репортерами и первыми, кто не вернулся с войны. Андрей Медведев, Вести.